Наша сборная, первая была разгромная, сейчас чуть поскромнее, но все равно вам здорово, ребят, собирали. Ну, по самоотдаче никаких вопросов нет к нашей сборной. Завтра самая важная игра, завтра финал турнира, поэтому сейчас все мысли только об этом финале. И сейчас все готовятся, команда поедет, сейчас готовится. Тельский штаб поставит, усмотреть сейчас игру сборной Финляндии, сборной Чехии, как раз анализировать сборную Чехии. В штатном режиме работаем, завтра финал. У Третьяка спросили в Новогорске, что не боится, если эта сборная проиграется все три матча. Он так говорит, ну, там мы будем верить в лучшее, но никто ведь не ждал такого, что две победы в двух матчах настолько здорово будет играть команда. Вы знаете, ну, мы всегда настроены очень оптимистично, что касается нашей сборной. Если мы выполняем те задачи, которые мы с собой ставим, и мы видим, что эти молодые игроки, они по самоотдаче, по желанию, по тому, как они друг за друга бьются на поле, наверное, одна из самых лучших. Команды, которые мы видели. И так должно быть всегда у нас. Сборная команда России. Когда ты одеваешь форму сборной России, это уже предполагает определенные внутренние вещи, которые нужно просто чувствовать. И мы видим, что каждый игрок в этой команде, он достойный играть за сборную. Завтра финал, поэтому завтра надо сейчас... Мы готовимся и чувствуем поддержку наших болельщиков, чувствуем поддержку нашей страны. И хотел бы попросить, чтобы больше поддерживали, и команда чувствует, и будем верить, и надеяться только на победу. Американцы и канадцы на Чемпионат мира отправляют примерно на такую сборную по возрасту, где-то 22 года. Но добавляют одну-две звезды, типа Кори Перри, приезжают. Что мешает нам отправить такую команду на Чемпионат мира? Или это будет слишком радикально? Я считаю, что здесь надо сегодня с того, кто лучше, и на сегодняшний день не исходить от возраста. Не отталкиваться от возраста, а отталкиваться от того, кто на сегодняшний день достойно играет за сборную. И наши селекционеры, аналитики, скауты отслеживают лучших игроков. И на сегодняшний день могу сказать, что, наверное, это лучшие игроки, которые на сегодняшний день играют за сборную. Они являются сегодняшний день лучшими, несмотря на возраст, такие другие критерии. Ну да, нужно отталкиваться именно от того, кто на сегодняшний день достойный играть. Показали ролик по объективным причинам. Ролик показали перед матчем, то есть сняли, как команда живет, там отель Лангвик, все. Михаил сказал, что царские условия, раньше таких не было. Считаешь, что все идеально сделано? То есть действительно, или есть к чему стремиться еще, чтобы улучшать в Аркадем? Всегда есть к чему стремиться, нет предела совершенству. Но что касается питания, аналитики команды, аналитики соперника, придется огромная работа, и это дает о себе знать. В том числе и вот эти результаты, которые мы на сегодняшний день видим в игре сборной, не только национальной сборной, а вообще по всем восьми сборным. Хорошие результаты – это в этой системности, это работа. Потому что все эти стандарты распространяются на все сборные команды, только национальную команду. Поэтому мы не удивлены этими результатами, и мы ввели эту работу полномерно. И на сегодняшний день максимальные условия создаются для игроков. Для того, чтобы они чувствовали, когда они приезжают в сборную команду, что на самом деле это лучшее, что может быть на сегодняшний день. Иван Борисович, не является ли примечением слов, от которых было сказано, что Олег Снарова работает с кого-то, выполняет без самосной задачи? Знаете, у каждого есть право на свое мнение. Здесь, если Сергей, наверное, посчитал, что он может так заявить, наверное, у него есть какие-то причины для этого. У каждого есть право на свое мнение. Спасибо. А вот еще, ребята, на эту же тему. А почему можно было совмещать СКА и сборную, а нельзя Динамо и сборную? Знаете, я не знаю насчет совмещения Динамо и сборную. Опять-таки, откуда у вас такая информация, что нельзя было совмещать? У меня такой информации нет. Спасибо. Спасибо, Роман Борисович. А сгуду тебе такая информация? Ну, это было сказано, когда его назначали на сборную.